На госуслугах начался прием документов УЗА. Заявление можно подать в пять любых высших учебных заведений страны, причем в каждой на пять специальностей, без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтвержденная учетная запись на госуслугах. Подавать заявление можно на любые формы обучения, также на платное и целевое обучение, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование. В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, а на платное не позднее 20 августа, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Телеграм-канал советского района приглашает жителей пройти диспансеризацию. Основная цель обследования – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуг. Череда летних праздников двора продолжается в Красноглинском районе, информирует их телеграм-канал. Праздник двора детства «Это мы» пройдет 25 июля в 18 часов в поселке Мехзавод, квартал номер 2, дом 16, 26 июля в 18 часов в поселке Управленческом, улица Симферопольская, дом 1, 27 июля в 18 часов в поселке Красная Глинка, квартал номер 5, дом 1. В праздничной программе конкурса и викторина, зажигательная музыка, призы и подарки, яркий аквагрим.